В швейной мастерской Самарского театра оперы и балета царит творческая атмосфера. Из бархата, льна, замши и шелка мастерицы создают костюмы к балету «Наяда и рыбак». Всего для премьеры изготовят два десятка костюмов. Например, вот в таких юбках-шопенках будут танцевать рыбачки. Но самым сложным в исполнении будет костюм «Наяды». Костюму главной героини в спектакле отведена особая роль. По сюжету русалка, чтобы покорить итальянского рыбака, перевоплощалась в разные образы. Поэтому художник Татьяна Ногинова придумала специальный наряд-трансформер. У нее будет два костюма. Один обыкновенный, в котором она танцует, собственно, «Наяду», а второй, в котором происходит превращение. Он очень сложный, в нем заряжены одномоментно два костюма, и он будет разваливаться прямо на сцене, как бутон цветка. Внимание уделяют и головным уборам. На танцорах будут характерные для средневековой талии бальцо. Это, по сути, кусочек ткани или полотенца. Мы делаем, конечно же, имитацию. Здесь вот у нас есть такая вот основа для того, чтобы можно было закрепить на голове его. Здесь это тоже внутри жесткая основа. В балете «Наяда и рыбак» перед зрителями откроется пасторальный мир сицилийской деревни. Подобрать цвета и ткани художник по костюмам старалась так, чтобы максимально точно передать эту атмосферу. Премьера пройдет в Самарском театре оперы и балета 20 и 21 декабря. Лариса Шалафаст, Константин Головин. События.